Цена биткоина прорвалась за отметку в 6000 долларов США, хакеры украли 40,5 млн долларов США с биржи Binance, запустилась тестовая сеть Ethereum 2.0, Bitfinex отрицает обвинения и планирует IEO на 1 млрд долларов США, WeChat будет удалять аккаунты криптотрейдеров, а Facebook разрешил связанную с криптовалютами рекламу и готовится выпустить свой стейблкоин. Эти и другие новости мира криптовалют 19 недели года в наших криптовалютных новостях. Доходность инвестиций в биткоин превзошла показатели традиционных активов. С начала года биткоин рос быстрее активов традиционного рынка, включая нефть, акции технологических компаний, недвижимость и золото. На этот факт, в частности, обращают внимание аналитики Binance Research. Например, с начала года цена биткоина выросла более чем на 50%, в то время как нефть на 33%, технологические акции на 18%, цена золота за 5 месяцев просела на 1%. Однако в последнее время появились некоторые факторы, которые могут оказывать давление на цену биткоина. Так, восстановление роста биткоина несколько замедлилось на фоне новостей о хакерской атаке на популярную биржу Binance, в результате которой было похищено 7 тысяч биткоинов, то есть 40,5 миллионов долларов США. Еще одним потенциально негативным фактором для цены биткоина может стать грядущая IEO биржа Bitfinex, где для покупки токенов LEO на 1 миллиард долларов будут использоваться стеблкоины Tether. Для покупки последних крупные инвесторы могут начать активно продавать биткоин. Ранее Forklok сообщал о некотором спаде объемов торгов первой криптовалютой, снижающего вероятность достижения ценой отметки в 6 тысяч долларов США в ближайшее время. Facebook приобрела торговую марку для своего тайного криптовалютного проекта. Компания Facebook Inc., оператор крупнейшей в мире социальной сети Facebook, приобрела торговую марку Libra для своего засекреченного криптовалютного проекта, сообщает The Blog со ссылкой на данные ведомства по патентам и товарным знаком США. Так, малоизвестная криптовалютная компания Libra Services Inc. до недавнего времени владела торговой маркой Libra, однако недавно сменила название на Lucca. Тем временем, упомянутая торговая марка теперь принадлежит компании JLV LLC, зареистрованной по адресу 1601 Willow Road Menlo Park CA 94025. Примечательно, что там же базируется и Facebook Inc. Напомним, всего два дня назад издание Wall Street Journal сообщило, что стейблкоин от Facebook ляжет в основу новой платежной системы, а компания уже ведет переговоры о сотрудничестве с Visa, MasterCard, процессинговыми сервисами и гигантами электронной коммерции. Также издание заявило, что название проекта Libra. Источники издания CoinDesk раскрыли и имя одного из вовлеченных в разработку исследователей, профессор Массачусетского технологического института Кристиан Каталини, известный своими научными работами в области токенизированной экономики. Сам ученый никак не прокомментировал эту информацию. Ранее появились слухи о том, что Facebook впервые за долгое время намерена привлечь сторонние инвестиции в размере 1 млрд долларов США, как раз под развитие своего стейблкоина. Биткоин-биржа Binance подверглась хакерской атаке. Похищена 7 тысяч биткоинов. Криптовалютная биржа Binance сообщила о потере 7 тысяч биткоинов, то есть 40,5 млн долларов США из-за хакерской атаки. По словам представителей Binance, вчера, 7 мая, была обнаружена серьезная брешь в системе безопасности торговой площадки. Хакерам удалось завладеть большим количеством API-ключей, кодов двухфакторной аутентификации и, возможно, другими данными. Злоумышленники использовали множество приемов, включая фишинг, вирусы и прочие виды атак, говорится на сайте торговой площадки. Также в компании подчеркнули, что хакерам удалось получить доступ лишь к горячему кошельку, на котором хранилось около 2% средств. Всего было выведено 7 тысяч биткоинов. Для покрытия убытков, отмечают в Binance, будут задействованы средства из созданного в середине прошлого года фонда САФУ, в который биржа отправляет 10% от общего объема торговых комиссий. На активах пользователей это не отразится, подчеркнули представители Binance. В настоящее время биржа собирается провести всеохватывающий аудит безопасности, на который, по предварительным оценкам, может уйти около недели. В течение этого времени ввод-вывод средств будут недоступны, однако торговля продолжится в штатном режиме. Вчера, 7 мая, незадолго до появления информации об атаке, Binance приостановила возможность ввода-вывода всех представленных на платформе активов. Глава биржи Чан Пэн Джао написал о необходимости проведения внеплановых технических работ. Нет необходимости для ФУД. Фунца САФУ. Апдейт. Чан Пэн Джао в ходе сессии АМА «Спроси меня, что угодно», обсудил с различными сторонами, включая разработчика биткоин-код Джереми Рубина и основателя битмэйн Джихана Ву, возможность реорганизации сети биткоина для возврата 7000 биткоинов. Было принято решение не прибегать к данному подходу. Произошедший инцидент незначительно повлиял на курсы монет из первой десятки CoinMarketCap, однако можно заметить, что больше всего снизился курс Binance Coin. Битфинекс и Тезер ответили на обвинения Генпрокуратуры Нью-Йорка, поставив под сомнение ее юрисдикцию. iFinex Inc., которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте. Компания отрицает, что мошенничество имело или имеет место, а также утверждает, что нет никаких жертв, на защиту которых направлено это предписание. В документе iFinex подчеркнула, что Генпрокуратура Нью-Йорка не объяснила, каким образом стейблкоин USDT квалифицируется как ценная бумага или товар, и почему попадает под действие так называемого закона Мартина, Martin Act, о противодействии мошенничеству. Также компания указала на тот факт, что юрисдикция ведомства в отношении Tether туманна, и этот вопрос необходимо прояснить прежде, чем ответчики начнут идти навстречу следствию. Адвокаты оператора Гонконгской биржи добавили, что из-за предписания резервы Tether Limited в размере более 2 млрд долларов США заморожены на неопределенное время, что наносит ущерб инвестиционной деятельности. По их мнению, столь активное вмешательство Генпрокуратуры является необоснованным. Одновременно с этим компания отметила, что Tether обновила политику обеспечения стейблкоинта USDT на официальном сайте, после чего пользователи при желании могли и могут продать свои токены. Оператор биржи пояснил, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной. Генпрокуратура также некорректно называет пользователей площадки и держателей USDT инвесторами, наделяя их дополнительными правами в контексте доступа к информации, считают адвокаты. Напомним, Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила Верховный суд штата оставить в силе предписание в отношении Bitfinex, которое не позволяет ей возобновить кредитную линию от Tether Limited. Она предупредила суд о высоких рисках для пользователей платформы и держателя USDT. Так, Bitfinex уже могла получить из резервов эмитента USDT порядка 750 млн долларов США для обеспечения ликвидности после того, как фиатные средства оператора биржи были заблокированы на счетах панамского процессинга Crypto Capital Corporate в Польше, Португалии, Великобритании и США. WeChat пригрозил удалением аккаунтов корпоративным клиентам, вовлеченным в торговлю криптовалютами. Разработанный китайским технологическим гигантам Tencent, мессенджер WeChat обновил платежную политику. Теперь профили, вовлеченных в торговлю криптовалютами мерчантов, использующих систему WeChat Pay, будут удаляться. Мерчанты не имеют права принимать участие в незаконных транзакциях, связанных с виртуальными валютами, трейдинг, выпуском токенов, а также онлайн-гемблингом и порнографией. Новые правила вступают в силу с 31 мая. В первую очередь, ограничения сильно ударят по трейдерам, которые торгуют на внебиржевых платформах от Холби, Оке и других поставщиков подобных услуг, поскольку именно платежная система от WeChat часто используется для перевода китайских юаней для ведения соответствующей деятельности. Стоит отметить, что новые правила касаются только мерчантов и корпоративных клиентов системы, а не простых пользователей. Ранее WeChat заблокировал связанные с криптовалютами и блокчейном аккаунты, включая профиль Bitmain. Глава биткоин-биржи Binance Чан Пенчжао предположил, что ограничения WeChat навязали сверху, вероятно, имея в виду регуляторов. Напомним, регулирование криптовалютной индустрии в Китае является крайне жестким. Под запрет попали ICO, airdrop-компании и даже профильные мероприятия в некоторых зонах. Одновременно с этим власти предприняли попытки по закрытию или ограничению деятельности криптовалютных бирж. На данный момент в Китае рассматривают возможность полного запрета майнинга. Марио Драги Европейский Центробанк не признает биткоин-валютой Криптовалюты должны рассматриваться как активы, а не как валюты. Об этом заявил председатель Европейского Центрального Банка Марио Драги в рамках инициативы «Диалог с молодежью». Евро останется евро и сегодня, и завтра, и через месяц. За евро стоит Европейский Центральный Банк, а кто стоит за криптовалютами? Поэтому мы относим их к высокорисковым активам, стоимость которых, как вы могли убедиться, сильно колеблется, заявил Драги. Он также подчеркнул, в настоящее время криптовалюты недостаточно значимы, чтобы оказывать влияние на макроэкономику. Вместе с этим Марио Драги напомнил, что Европейский Центральный Банк не занимается мониторингом цифровых активов, и его главной функцией является защита потребителей. Напомним, в сентябре прошлого года Драги заявил, что возглавляемый им институт не планирует выпускать цифровую валюту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова